Всем добрый день. У микрофона Александра Богданова. Сегодня в нашей студии управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области Светлана Ивановна Запанкова. И беседовать мы будем о едином пособии на детей в возрасте от 0 до 17 лет. И для беременных женщин. И, конечно, поговорим о нововведениях. Светлана Ивановна, добрый день. И сегодня мы с вами поговорим о такой социальной выплате, как единое пособие, которое социальный фонд начал выплачивать с января 2023 года. Добрый день. Конечно, это пособие очень важно для нашего населения. Поэтому сегодня, конечно, мы уделим этому огромное значение. Кто имеет право на получение данной услуги? Давайте расскажем. Пособие назначается семьям, воспитывающим детей от 0 до 17 лет. Но должно быть выдержано следующее условие. Прожиточный минимум, рассчитанный в регионе, не должен превышать при назначении пособия на одного из членов семьи 15 917 рублей. Далее пособие назначается на 12 календарных месяцев. А также мы еще учитываем при назначении пособия имущественное положение семьи. Пособие назначается беременным женщинам, которые встали на учет в медицинском учреждении на раннем сроке беременности до 12 недель. Расскажите, на какой срок предоставляется пособие? Пособие с момента подачи заявления предоставляется на 12 календарных месяцев. И в течение изменения доходного источника семьи пособие, назначенное нами, не пересматривается. Давайте напомним нашим слушателям, какие документы необходимо подавать для назначения выплаты. Самое важное, что семья должна четко помнить. Есть три способа подачи заявления. Первый способ, самый распространенный у нас в регионе, это через портал государственных услуг. Самое главное, что заявление должно быть заполнено правильно, четко. То есть, начиная с фамилии, имя, отчество ребенка, состава семьи, с указанием всех данных с НИЛС, с указанием доходов, полученных за конкретный период. Так, например, если семья представляет заявление у нас 1 октября 2024 года, значит, должны быть учтены все доходы за 12 месяцев. То есть, с сентября 2023 по август 2024 года. Далее, обязательно учитываются дети, если есть в семье и обучающие по очной форме обучения. То здесь, может быть, даже дополнительно семья может нам предоставить сведения по конкретному, ну, по конкретной ситуации, по конкретному ребенку. И уже, конечно, в соответствии с представленным заявлением через портал государственных услуг, значит, сотрудники отделения фонда социального обеспечения осуществляют проверку. Проверка осуществляется во взаимодействии со всеми федеральными структурами. Конечно, доходы проверяем мы во взаимодействии с Федеральной налоговой службой, имущественное положение семьи, это с органами регистрации, это Росреестр, транспортные средства, это с участием взаимодействия с органами ГИБДД. Также граждане могут представить заявление через клиентскую службу отделения социального фонда России по Калининградской области. И также есть возможность представления заявления через МФЦ, то есть все для удобства граждан. Ну, хочу как бы резюмировать, самое главное, что граждане, представляющие заявление на назначение единого пособия от нуля до семнадцати лет воспитывающих детей в семье, должны помнить, прежде всего, это должно быть гражданство Российской Федерации и постоянное проживание на территории Российской Федерации. И, конечно, одним из важнейших пунктов является, это как бы сложная ситуация в семье, потому что идет оценка имущественного положения в семье. Расскажите, как при назначении пособия учитываются вот эти имущественные, вот это имущественно обеспеченность семьи и все-таки занятость родителей? Ну, первое, конечно, доходы, которые семья указала за двенадцать предшествующих месяцев, они проходят проверку через Федеральную налоговую службу. Значит, имущественное положение через органы регистрации, как правило, это Росреестр. Хотелось бы напомнить нашим калининградцам, что традиционно в семье, которая претендует на назначение пособия, должна быть одна квартира и существует средний расчет квадратных метров. На одного члена семьи он не может превышать при назначении данного пособия двадцать четыре квадратных метра. Также, если в семье имеется жилой дом, расчет тоже произведен в рамках нормативно-правовой базы, на одного члена семьи площадь в квадратных метрах жилого дома не должна превышать сорока квадратных метров. Также должен быть один автомобиль зарегистрирован на данную семью. В рамках, так скажем, более такого льготного подхода право имеют многодетные семьи и также семьи, где дети имеют группу инвалидности. То есть в данных семьях может быть два автомобиля. Ну и другие существуют ограничения, потому что пособие назначается. Самый главный принцип – это комплексная оценка нуждаемости семьи. Поэтому здесь вот такое понимание хотелось у своих собеседников, чтобы мы могли это объяснить. И оно никогда не пересматривается в момент подачи заявления, если как-то поменялась жизненная ситуация. Если в семье изменились, вот зачастую такие случаи проходят, когда мама, воспитывающая детей, вышла замуж. То есть и пособие было назначено, пособие будет выплачиваться на 12 календарных месяцев. Но при следующей подаче по истечению 12 месяцев календарных, на которые было назначено пособие, мы будем уже учитывать и доходы обоих родителей. Скажите, что происходит после того, как заявление принято к рассмотрению? Заявление принято к рассмотрению. Заявление прошло все взаимодействие со всеми проверяющими, контролирующими федеральными структурами. И в Калининграде, в Калининградской области рассмотрение проходит до 10-дневного срока. Сразу же по результатам представленного заявления выносится решение. Решение о назначении пособия на каждого ребенка, воспитывающего в семье, либо бывают такие случаи, когда вносится решение об отказе. Но с конкретной формулировкой причина отказа. Вот если проанализировать, конечно, в нашем регионе одной из основных таких причин отказа, это является превышение дохода. Превышение дохода, чуть ранее я сказала, это прожиточный минимум, рассчитанный в субъекте. Сегодня эта величина составляет 15 917 рублей. Если в семье несколько детей, пособие назначается на каждого ребенка? Да, конечно. Вот поэтому здесь очень важно точное заполнение всех реквизитов заявления. В семье воспитывается и двое детей, и трое детей, и многодетные семьи. Есть и шесть человек детей. Поэтому, конечно, если семья в рамках имущественного комплекса нашей оценки является нуждающейся, конечно, пособие назначается на каждого ребенка. Каким способом можно получить вот эту выплату? Выплата, ну вот, зачастую это осуществляется в соответствии с представленным заявлением, где один из родителей, в большей степени это мама, указывает нам банковские реквизиты. Банковские реквизиты, карты МИР. И пособие ежемесячно зачисляется на данную карту. Сколько времени потребуется для предоставления государственной услуги? В Калининграде это до 10-дневного срока. Да, бывают случаи, это очень такой незначительный процент, но бывают такие случаи, когда, к примеру, папа военнослужащий, либо в семье дети, обучающиеся по очной форме обучения, то есть уже за пределами 17-летнего возраста до 23 лет. Здесь мы ждем дополнительный источник информации в рамках подтверждения вот этих вот ситуаций. А так, в основном, это все выстроено в режиме онлайн, на автоматическом назначении. И у нас очень много семей, которые получают это пособие уже, ну, второй раз по истечении 12 месяцев. Потому что впервые пособие это назначалось у нас с 1 января 2023 года. Если родители являются получателями единого пособия, могут ли они получать и другие социальные выплаты? Да, наравне с данной выплатой есть такие случаи в регионе, когда назначение осуществляется, и средств материнского капитала, если также до полутора лет ребенку, то есть наравне с единым пособием. В этом году появились какие-либо новшества при назначении единого пособия? Да, с 1 июня 2024 года, значит, законодательным внесены изменения в рамках назначения единого пособия. Значит, оно в большей степени как бы касается граждан, которые осуществляют свою деятельность в рамках, и зарегистрировано на сайте ФНС, в рамках самозанятого лица. Сегодня каждый самозанятый гражданин, воспитывающий в семье детей, может претендовать на получение пособия. И законодательным рассчитано, что менее суммы двукратного регионального прожиточного минимума не может быть сумма дохода. Поэтому вот здесь вот, ну, хотелось бы обратить внимание, потому что, ну, это вот такая вот как бы мера поддержки в регионе, она, ну, является одной из основной. Ну, и у нас очень, ну, развит вид предпринимательства в виде самозанятого лица. Сегодня при назначении пособия не должно быть нуля, кто осуществляет деятельность в качестве самозанятого лица. Да, здесь мы просчитываем сумму дохода. К примеру, из 12 представленных месяцев, если зарегистрирована мама либо папа, там, в середине этого периода, то есть 6 месяцев, пропорционально мы проводим расчеты. Самое главное не должно быть признака и факта нулевого дохода. Также хотела обратить внимание, что существует на уровне законодательства ряд ограничений, то есть обязательно должны быть работающие родители, работающие, да. Также здесь существует ограничение в рамках, когда лицо может состоять в фонде занятости и отсутствие дохода. То есть есть объективные обстоятельства, они связаны с медициной, где конкретно есть сроки, которые могут быть приняты к рассмотрению в рамках обоснованности. Расскажите поподробнее про заработок несовершеннолетних и учет алиментов немного поподробнее. На сегодняшний день есть такие семьи, которые в своих заявлениях указывают сумму дохода, это, как правило, мама, представляя заявление о том, что она в разводе. Соответственно, здесь появляется сумма алиментов. Здесь бывает два вида ситуации. Первое, это то, что по решению суда, значит, установлена ежемесячная выплата, удержание данной суммы. Мы проверяем через службу судебных приставов, да, то есть удержание этих сумм, и она сверяется с конкретной суммой, указанной в заявлении. Но бывают такие случаи, когда родители по обоюдному согласию не прибегают к вынесению там судебного решения, и мама заявляет размер, указывает в заявлении конкретного дохода полученного. Здесь также законодательно сегодня привязка идет к сумме прожиточного минимума. И если мама указывает, что сумма дохода составляет там условно 10 рублей, то в данном случае мы пересчитываем сумму дохода. Здесь обязательно надо учесть размер регионального прожиточного минимума в рамках на каждого ребенка. То есть на одного ребенка это 1 четвертая величины мрот, которая составляет 4811 рублей, не менее этой суммы, на двоих детей 1 третья сумма мрот в абсолютной сумме, это 6414 рублей, и на троих и более детей 1 вторая мрот, эта величина составляет 9621 рубль. То есть вот такое вот как бы идет сравнение в рамках принятия решений и размера среднедушевого дохода семьи. Оценка. Расскажите, какие есть особенности, если в семье есть несовершеннолетние дети и они работают? Да, на законодательном уровне в 2024 году, я считаю, такая хорошая поддержка семьям была оказана. То есть здесь, если в летний период несовершеннолетний ребенок осуществляет трудовую деятельность, сумма дохода не участвует в расчетах, когда мы проводим среднедушевую оценку семьи. Поэтому это исключается из среднедушевого дохода, размер заработка несовершеннолетнего ребенка в летний период. А если говорить про учет алиментов, давайте об этом немного поподробнее поговорим. Учет алиментов в семье, здесь два вида бывают показатели. Первое, когда в семье существует решение судебное и четко проводится удержание и заработка отца в пользу детей несовершеннолетних. Здесь идет взаимодействие у нас с органами службы судебных приставов на проверку указанной суммы полученных алиментов. Ну, также существует сумма алиментов, когда родители по такому устному, добровольному соглашению достигают, и мама сама в заявлении указывает эту сумму. Законодательно сегодня эта сумма не может быть равна нулю. Поэтому здесь вот четко существует для сотрудников отделения социального фонда, при рассмотрении таких заявлений, мы учитываем показатели МРОД во взаимодействии с количеством детей в семье. Так, например, одна вторая МРОД, величина алиментов не может быть ниже 9600 рублей, если в семье воспитывается трое и более детей. Ну и пропорционально в составе семьи также участвует это в расчетах. Поэтому нуля не может быть. Да, надеюсь, все запомнили. Расскажите, как рассчитывается и назначается пособие беременным женщинам? Беременные женщины, первое правило, должны встать на учет в медицинском учреждении на раннем сроке беременности. И при предоставлении заявления в рамках назначения пособия учитывается сумма прожиточного минимума и назначается как на работающего, на работающего трудоспособное население. Значит, здесь существует следующее. Если на ранней стадии до 12 недель постановка на учет, до родов эта сумма назначается. Но мы должны учесть следующее. Пособие рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума, то есть величина составляет 50% в абсолютной цифре, это 8675 рублей. 75% это 13 тысяч 12 рублей, или 100% в данном случае это 17 тысяч 350 рублей. Поэтому здесь на сегодняшний день, вот за 9 месяцев текущего года, мы назначили пособие беременным женщинам 1700 человек. То есть это такая же является поддержка до родов мамы, которая... до родов. Светлана Ивановна, спасибо большое за столь подробную информацию про услугу, предоставляемую нашим государством, семьям с низким доходом. Но если у калининградцев возникнут вопросы, куда им следует обращаться? Мы готовы ответить на все вопросы наших уважаемых калининградцев. Значит, круглые сутки у нас работает единый колл-центр, единый телефон 8 800 100 00 01. На все вопросы, которые поступают круглые сутки, готовятся ответы, и специалисты клиентских служб колл-центра связываются и разъясняют в каждом случае, каждую жизненную ситуацию оценивают. Ну, вот хотела обратить внимание, что также в удобное время могут записаться по предварительной записи в клиентскую службу в городе Калининграде. Это, как правило, улица 9 апреля, дом 32А, либо город Калининград, улица Чайковского, дом 11. То есть в удобное время мы готовы разъяснить в каждом индивидуальном случае, потому что, ну, случаев очень много, ситуации разные, и специалисты фонда индивидуально подходят к каждой ситуации в семье и готовы помочь. Вот на сегодняшний день, так скажем, традиционно мама, воспитывающая двух детей в возрасте от 0 до 17 лет, претендующая на назначение единого пособия, это все зависит, резюмируем, от величины прожиточного минимума, рассчитанного в субъекте. Ну, и хотелось бы мне также подвести итоги работы за 9 месяцев отделения социального фонда. Значит, назначено пособие единое 35 тысячам семей, где воспитывается 62 тысячи детей. И из бюджета социального фонда России, потому что, ну, это федеральная выплата, выплачено 7 миллиардов 900 миллионов рублей. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, готовы каждому помочь в трудной ситуации. Спасибо большое. Ну, такие результаты не могут не радовать. Я напоминаю, что в студии «Балтик плюс» сегодня была управляющая отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области Светлана Ивановна Запанкова. Спасибо, что пришли и поделились. Спасибо.